я знаю что многие хотят помочь развитию канала все просто делайте репост моих видео ставите лайк рассказывайте обо мне своим друзьям это лучшая помощь для меня и так сегодня на канале жизнь в пробирке новости или так сказать что вообще происходит со всеми моими колониями сразу скажу что есть и хорошие и не очень новости но начнем наверное я думаю с хороших новостей винаторы но что тут могу сказать эти ребята меня радует есть и коганы с ними все хорошо они разных размеров есть и побольше и поменьше есть и более круглые есть более продолговатые и так скажем овальные так что кто там из них вылезет непонятно будем ждать миссоры все отлично расплода довольно много три больших пакета яиц пробовал кидать на арену им 6 штук взрослых тараканов разделались со всеми очень быстро вот вам и безобидные муравьи в общем с этой колонии у меня в принципе вообще не было проблем да и нет фейдоли тут конечно ужас их стало еще больше количество расплода не уменьшается а напротив только увеличивается взрядно так загадили арену за эти три недели так как-то от убираться лень если честно сами себе это представляете перейдем к компонатусам никобаренсис как вы можете видеть колония подросла есть пакет яиц и личинки и коконы пробирки заканчивается вода и вскоре эти муравьи будут переселены ферму кристалл джиэл от компании фуанц разумеется про это будет отдельное видео компонатус туркестанус да да опять они это уже новая матка с двумя рабочими получил ее буквально вот вчера я ее не покупал это подарок от подписчика еще раз спасибо конечно за это я до последнего не верил что мне отправили не пустышку надеюсь с этой маткой все будет хорошо там морфа у нее конечно темнее чем у прошлой матки но мне это как-то не важно париус сколько уже времени прошло до единственное что изменилось это у них есть трица которые все никак не перейдут в личинок я не знаю в чем проблема сами же муравьи живут дружно хорошо кушают и кормят и матку будем стыдить что еще сказать селенопсис инвикта огненные муравьи колонию с одной маткой я уже отправил у меня осталось колонии с двумя матками по скорости развития скажу что колония с одной маткой дала раза в два больше расплода чем эти две ну так конечно даже лучше я вам скажу а так аппетит у них отменный ожидайте скоро будут интересные видео с этими муравьями кстати посмотрите на старые инкубаторы они оба в плесени вода в одном аточной колонии сала желтый с двумя матками красная сейчас они разумеется свежих инкубаторах но это ненадолго я так думаю полярахисы у них тоже все хорошо их численность растет количество расплода тоже если конечно приглядеться через эти затемняющие волокна то можно это все увидеть да и конечно тесновато я понимаю но пока что так вскоре я что-нибудь соображу с их новым жилищем теперь перейдем к колониям которым не все так гладко сервеформиков узко после зимовки матка смогла поднять примерно 50 рабочих после чего идет застой причем уже довольно долго примерно почти два месяца все муравьи сидят внутри гнезда с полными брюшками белок и сироп иногда все же выходит покушать я сейчас хочу подождать еще наверное пару недель и если все будет по-прежнему проведу для них зимовку наверно на месяцок-два лазиус флаус с этими ребятами примерно такая же ситуация только застой их длится уже гораздо дольше муравей активные кушать тараканов пьют сироп но матка не откладывает новых яиц почти все муравьи вымерли это погибло первое поколение мурашей они тоже отправятся на зимовку потому что я больше не знаю что делать мне советовали просто ждать но я подождал уже целых три месяца новых яиц все нет в общем не все так хорошо перед тем как перейти к самой печальной новости скажу вам что у меня появилась колония формики поликтены они сейчас находятся в 20 миллиметровой пробирки покормить их сейчас это целое приключение сейчас думаю куда бы переселить яиц целый большой пакет там можно разглядеть в этой толпе небольшое количество фусок которые давали старт этой колонии в общем я все же решил попробовать поднять такую колонию будем следить ну теперь самая плохая новость за все это время вымерла колония диакам полностью нет ни одного муравья и тут целиком и полностью моя вина в один из жарких дней я как обычно увлажнял и кормил всех мурашей я переставляю формикарий на отдельный стол чтобы было удобнее все делать диакамы были последние я их увлажнил дал им таракана я как раз куда-то там торопился по делам кто-то мне позвонил я поговорил по телефону собрался и ушел из дома диакамы остались на столе и они остались под палящим солнцем все они просто сжарились это провал конечно полный провал я когда пришел и понял что натворил было уже поздно муравьев увы не вернуть вот такие вот дела теперь думаю пока что на этом все всем спасибо за просмотр ставим лайк делаем репост если вам понравилось это видео подписываемся всем пока пока